Они пережили ужасы блокады, бомбежки, голод. Выжили, выстояли и потом поднимали страну из послевоенных руин. Поэтому многолетнюю традицию узложения цветов к вечному огню участники городской организации «Дети войны» не стали нарушать даже в условиях режима повышенной готовности. В масках, перчатках они прошли привычным маршрутом от Дворца детского творчества до Вечного огня. Мы собрались для того, чтобы вспомнить тех людей, которые погибли ради того, чтобы сегодня молодое поколение жало счастливо и спокойно. Для них этот день священный. 22 июня 1941 года все дети Советского Союза вмиг стали взрослыми. Проводив на фронт отцов, а иногда и матерей, они приняли на себя заботу о своих сестрах и братьях и стали работать наравне со взрослыми. И воспоминания эти очень тяжелые. В начале первых годов войны мы, поскольку уже еще молодые, большие работы нам, конечно, не доверяли, но мы на прополке, на сельскохозяйственных работах. Бабушки и дедушки, большинство из которых по 80 и 90 лет, преклонили колено и возложили цветы в память о тех, кто погиб, сражаясь на фронтах, в концлагерях. Работал в тылу и делился с ними, тогда еще мальчишками и девчонками, куском хлеба. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.